Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Встретил один этого мужчины год назад, тоже с вами уже, мы расстались с ним в этом году, он зря-то вышел на свет со мной, правда, общаемся с ним не постоянно. Вчера при общении он ко мне обратился, маленькая, привет. Вот что это означает слово маленькая в его отношении. Да, у нас есть разница в возрасте, но я не маленькая, мне 29, ему 45. Благодарю за ответ. Смотрите. Означать это уменьшительное, ласкательное обращение может все, что угодно. Мы не знаем этого человека, и, соответственно, говорить о том, что он имел в виду, наверное, было бы неэтично. Я думаю, что если у вас большие трудности с выстраиванием отношений с вашим мужем, вы не счастливы, раз вы встречаетесь с женатым, у вас есть проблемы с самооценкой. Это первое. Есть определенные сложности во взаимоотношениях с мужем. Это все можно корректировать, это все можно исправлять, и, в принципе, все будет нормально. Я думаю, что очень важно то, как вы сами отреагировали на это обращение. Вероятно, вероятно, для вас маленькая это такой простой, привычный способ быть женщиной, быть в безопасности и так далее. Я могу предположить, что с мужем вы занимаете более родительскую позицию, вследствие чего чувствуете себя несчастным. На самом деле вас сметает из крайности в крайность, то вы родитель, то вы им маленько стремитесь к тому, чтобы быть вот такой. Я думаю, что идея заключается в том, чтобы обозначить те потребности, которые лечатор в ваших реакциях. Вот. И научиться грамотно их реализовывать, грамотно их удовлетворять. И тогда, я думаю, проблематика будет решена. Вот. Вот как-то так. То есть гармонизировать нужно сначала ваше собственное состояние, психологическое, а потом уже гармонизировать отношения с мужчинами. Да, это может привести к разводу, в том числе с вашим мужем. Или наоборот, вы выстроите с ним такие отношения, когда никакой другой мужчина вам будет не нужен. А косвенно на то, что я сказал, указывает разницу в возрасте. То есть разница в возрасте большая, этого мужчину вы можете воспринимать как родителям. Вот. Это тоже может быть проблемой в этом смысле для вас. Вот. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен вам за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Всего самого хорошего. Спасибо.